Книга «Открытым оком» том 14. Тема природа. Вопрос 2840. В Библии написано «Притчи 12.10. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Значит, можно по поступкам увидеть сердце человека», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Поступки наши, поведения наши являются главными определителями жизни сердца. Что там за ветры дуют? Сирахов 19.27. Одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его. Притчи 20.10. Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли и правильно ли будет поведение его? Лука 6.45. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит добро, а злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Иеремия 18.11. Вот я готовлю вам зло и замышляю против вас, и так обратитесь к каждое зло в пути своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши. Матфея 12.34. Порождение ехидны. Ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злые, ибо от избытка сердца говорят уста? Меня интересует сам процесс, как люди выбивались из низовий. Был пастушок, диктатор и пролез, помазанный Всевышнего любовью. В какой-то миг, в незнаемом мгновении, рождалось, зачиналось, двигалось, росло. Сначала паутинка, ниточка, извенья, стал аташе от Господа послом. Нет ни знакомств, ни мафии, ни лобби, а только тайные слезинки на ветру. Шагнет по воздуху, быв на голгофе лобной. Терпенье и труд все перетрут. Назначено и выживет зерно под толстым слоем ткани фараона. Чем больше бед точила тот клинок, тем более острился, резал ровно. Пустьюлетия между мною и Давидом мой возраст тот же. Грелки нет в постели. Мне за себя становится обидно, язык и губы так-то мы не пели. К чему я подбирался столько зим и столько весен крался безутешно? Салтирию вхож теперь в Иерусалим, в одном ряду с Давидом многогрешным, рождение песен без повторов скучных, намащивание струн и пальцев у мыслиста. Уверен, ничего впредь не признаю лучшим, чем с талмопевцем быть знаком с тем близком. Бесчислены все варианты звуков. Неведомо оттуда строчки, неведомо откуда строчки и куплеты. Влагаются в стихи и в песни совокупно. Сознанием единства с Господом пропеты. В бессмертии вечности не растворится дух. Накал любви, желания, дружбы с Богом. О, только бы огонь от ветра не потух. Лоза цвела и наливалась соком. 11 октября 2005 года. Игнатий Лапкин.